Сегодня последнее занятие по белкам. С завтрашнего дня мы с вами уходим в нублейновые кислоты. Знакомимся с ДНК и РНК, которые сейчас называют еще вещества наследственности. И там, как это ни странно, будет порядочна не только химия, но и математика. Ну а так же, как мы с вами считали, сколько разных белков возможностей. Кстати, принцип все поняли, как такой подсчет ведется. Хорошо, а задают такие условия. На планете Тумбу-Юнгу жизнь устроена совершенно иначе. В составе белков не 20 разных аминных чисел, а 18 каких-то других мономеров, из которых собираются аналоги белков. А средняя длина цепочки этих полимеров, допустим, 150 шкур. Вопрос. Сколько разных цепей можно построить при этом условии? 18, 150 шкур. То есть, при определении разнообразия, надо количество переменных возвести в степень длинной комбинации. Такого сорта задачки с необходимостью пойдут при разборе истории с ДНК и РНК, при разборе оснований генетики, а генетика – это наука о системе передачи признаков от родителей к детям и дальше с поколения к поколению. У нас осталась, наверное, еще одна только группа функций белка, которую имеет смысл обсудить, и это энергетические функции. Прежде чем об этом говорить, давайте разберемся с вами. А зачем вообще вы должны действовать? Зачем, собственно, вашему телу нужна генетика? Это преобразование пищи в энергию. Почему? Если вы преобразуете пищу в энергию, вы разнесете терпчинские полуостры. Так что произойдет ядерный взрыв, а поскольку за завтраком вы умнеете порядочную тузу вещества, то ничего не останется. Преобразование белков живого флористатора в амин – полезные вещества для… Понимаю, плотно. Если вы хотите не обрадовать, забудьте навсегда о слове сочетания – полезные вещества. Таких на свете нет, у вас обманули. Это еще нужно для того, чтобы организм получал энергию и строил материал. Именно так. На самом деле съеденное в амин – это используется в двух цифрах. Если мы нарисуем организм, вот это наш организм. Радь богу, я могу ему вот так вот приделать, да, и сказать, что это вообще супер многокрепочный организм, а могу бы считать, что это вообще однокрепочный. Задача – постоянно получать готовую органику. Она каким-то образом обязательно должна… Все новое и новое порции – любое живое тело. Что такое органика? Это белки, жиры, углеводы и дальше по списку. Органические кислоты там и так далее, и так далее, и так далее. Масса – все. Зачем это хозяйство надо? Как совершенно справедливо было сейчас указано, часть этой органики разбирается на мономеры и используется просто в качестве стройматериала. Итак, часть органики используется в качестве стройматериала. Строительный материал. Ну и зачем предкам вашего тела постоянно нужен стройматериал? Ведь они же уже есть, они уже построены. Потому что атлеты умевают и… Ага, здесь мы с вами первый раз столкнулись с одним из очень важных законов общих для всего космоса, в котором мы живем. Есть два слова – порядок и хаос. Как по-вашему, без всякой затраты усилий, без всякой затраты энергии, порядок сам по себе сможет возрастать? А хаос? Да. А хаос – да. Объяснить это, между прочим, достаточно просто. Я беру и строю некоторую конструкцию из молекул. Использую молекулу как детальки конструктора Лего. Взял и собрал молекулу вот в таком порядке. Молекулярное движение остановимо или неостановимо? Неостановимо. Неостановимо. А это значит, что рано или поздно в мою беседку влепится какая-нибудь молекула. Если у этой молекулы достаточно высокая скорость, скорее всего, эта молекула превратится в новый балкон для этой беседки. Или, скорее всего, она просто развалит кусок. Она развалит. Конечно, развалит. Она ударилась в случайное место со случайной энергией. И, скорее всего, она просто развалила. То есть, на самом деле, если мы оставляем вещество в покое, то будет происходить постепенное снижение степени упорядоченности. Мерой упорядоченности, а точнее, мерой беспорядка, мерой беспорядка физика, Называется величина энтропия. Эн-тро-пия. Мера холоса. Чем выше энтропия, чем выше неупорядоченность, тем более хаотичны будут процессы случайные, непредсказуемо. Не дают определенных структур. Есть такое фундаментальное утверждение физики, которым пугают старшеклассников. Называется второе начало термодинамики. В замкнутой системе энтропия не убывает. То есть, количество хаоса не может уменьшиться. Порядок не может возрастить. Какая система называется замкнутой? Любая система, которая не обменивается с другими системами, массой, энергией и информацией. То есть, если мы взяли, замкнули некоторую систему, отгородили ее от всего мира, то дальше можно ожидать только деградацию порядка. Дальше в ней может только нарастать хаос. Порядок сам по себе возникать не может. Для организации порядка что я должен делать? Я должен поймать эту малюку и затратить силы на то, чтобы изменить ее движение и встать в конкурс. То есть, создание порядка всегда идет только за тратой энергии. А вот хаос происходит сам собой. Исходя из этого, зачем мы в эти дебри полезны? А по очень простой причине. Все конструкции клетки, как по-вашему, они хаотичны или очень высокоупорядочны? А это значит, что со временем, что с ними будет происходить? Они будут ломаться. Что происходит в привычном нам человеческом мире? Рано или поздно с любым изделием. Что произойдет? Сломаются. Сломаются. Но если сломаются детали клетки, что с самой клеткой? Проберяется. А просто погибнет. Потому что вытеряют порядочность процесса, которые делают клетку живущей. Поэтому в клетке постоянно ведется создание новых деталей собственного строения. Саморемонт. Клетка все время занята саморемонтом. То, что сломалось, выбрасывается. И на место надо оставлять заново построенные детали. Но для этого надо иметь стройматериал. Ну, что построить? Так вот, вы видите, для того, чтобы клетка постоянно имела стройматериал и могла все время строить свои детали. При этом строительный обмен особенно активно будет идти. Вот так, пожалуйста, мы берем человека разного возраста. С вашей точки зрения. А у вас и у меня строительный пластический обмен в организме идет одинаково интенсивно или нет? Нет. Нет, ваше тело еще растет. Значит, кроме того, что ремонтируют каждую клетку, что еще надо делать? Расти. А что такое рост? Это... А за счет чего? Как? За счет... Вас просто вставляют насосы, накачивают, и вы так раздуваете, раздуваете. Или как ты иначе? У нас и у меня есть стройматериал. Угу. А, просто кучи стройматериалов сваливают у вас где-то, так? Нет, нет, нет. Строй это, да, строят. Новые клетки. Новые клетки. Для того, чтобы организм вырос, что должно произойти? Клетки делятся. Весь рост вашего организма и любого другого многоклетчика происходит за счет деления клеток. Но для отделения клеток, для создания новых клеток стройматериалов нужны? Да. Нужны. Поэтому у любого растущего организма особенно активно идет строительный обмен. А теперь все реакции, а действительно, просто все реакции в живой клетке и в живом организме, которые делаются в живом, идут только под контролем ферментов. Для каждой реакции обязан быть свой катализатор. Обязан быть свой фермент, который будет контролировать прохождение этой реакции. А ферменты без затрат энергии организма, как правило, работают или нет? Нет, не работают. Они просто работать не будут. Значит, вторая часть органики сжигается, то есть используется в качестве топлива. Скорее окисняется? Да, разумеется. Это не такое горение, вы и не думаете, пожалуйста, у вас там в каждой клетке маленькая топка, куда опять наш пришлобутый гаишник подбрасывает у горька. Скорее. Нет, идут процессы окисления. Для нашего организма в первую очередь существенные процессы окисления с участием кислорода, потому что мы должны еще кроме органики каким-то образом из внешней среды все время кислорода получать. И вот эти процессы снабжают клетку энергией. А энергия нужна для работы, допустим, по созданию новых материалов, по строительству клеток, для движения, для размножения, для всего этого нужна энергия. Отлично. А вот теперь скажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь хитро сжечь топливо так, чтобы в результате вообще не получить воплотных га. Нет. Помните, мы с вами уравнивали реакцию горения глюков. Ну, как по-вашему. Одна молитва глюкова за 6. Если вы взвесьте вещество до сжигания, а потом взвесьте все вместе продукты, которые получились в результате горения, вы получите разная величина или одно и то же? Разная. Абсолютно одно и то же. Еще раз говорю, если при горении происходило уменьшение массы вещества, это значит, наблюдалось бы как называется это явление изменение массы вещества в ходе ядерных реакций. Говорилось вы дефект массы. А при дефекте массы сколько энергии выделяется? Много. А, другой кабинет, это не кабинет физики, здесь нет полула. Яром, 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 яром. Так что, естественно, слева и справа от знака уравнения химической реакции всегда абсолютно одинаковая масса вещества. Взяли мы один грамм дробь. Так, использовали N-ную массу кислорода, чтобы сжечь, и получили в результате граво-граво-граво-граво-граво-граво-граво-граво-граво. И все вместе один грамм. Один плюс N. Вы же еще и кислород использовали. Это понятно? То есть здесь у нас до начала реакция масса вещества один плюс N. И если это взвесим, какая масса вещества? Ровно так, что мы. Никуда вещество не может держаться. Никуда вещество не может держаться. Называется это физическая химия закон сохранения масса энергии. Ни масса вещества никуда держаться не может, ни энергия система никуда держаться не может. Клетка сжигает топливо. В результате отходы от процесса будут появляться? Будут. Самые типичные отходы. Ну, во-первых, вот они два. Они там записаны. Это СО2. А2О. Срежение еще один. Если клетка сжигает не жиры сахара, а сжигает белки, внимание, у вас есть запись химических тонн, аминокислот, которые сжигают белки. Зачем запись сжигает? Кроме СО2 и H2O, какие соединения еще обязательно будут получены? Вот. Кроме соединения углерода и водорода. Если мы используем белок, обязательно получим еще ровно. Смотрите на формулу аминокислоты. Аминокислоты. Ну, в радикалах, как правило, те же самые водороды уже растут и кислоты. А это значит, работая с аминокислотой, соединение какого элемента вы обязательно получите. В каждой аминокислоте этот элемент есть. Кроме углерода, водорода и кислорода. Азот. В каждой аминокислоте обязательно есть азот. Это всем понятно? Да. В аминокислотах азот где сидит? В аминокислотах. В аминокислотах. В аминокислотах. Это понятно? Так вот, дело в том, что при работе с белками азот будет превращаться вот в такое вещество НР3. А это что? Вещество такое называется аминок. Аминок. И аминок сильным клеточным явлением. Поэтому, если аминок вовремя не удалить, что будет с клеткой? Она удалит. Клетка сама себя тратит собственными продуктами отменных вещей. Так вот, ребята, как это ни странно, мы сейчас на доске с вами имеем схему взаимосвечия всех самых главных физиологических процессов в любом живом организме, в частности, в организме человека. Как называется вот эта система процессов, обеспечивающая организм органикой, вот эта стрелочка, как называется эта система процессов? Это не пищеварение, а именно питание. Пищеварение и питание это разные вещи. Пищеварение есть у нас с вами, у живого. Мы органику берем из нижнего мира и разбираем ее на мономерах. Это процесс пищеварения. А у морковки пищеварение есть? Нет, морковка сама производит. Морковка оттуда берет органику? Питание у нее конечно есть. Морковка берет из нижнего мира абсолютно неорганику. А молекулы углекислого газа и молекулы воды. Так? И внутри клетки используя энергию солнца из вот этой неорганики строят органику. Само питание. Питание есть обязательно у всех, а вот пищеварение только у животных. У животных и у грибов. Но у грибов хитрое пищеварение. Грибы должны уметь сами синтезировать органику. Питание только готово. Это питание. Теперь вопрос. А вот эта группа реакций синим гиджем. Окисление органики для того, чтобы получить энергию. Эта группа реакций так называется. Никто не догадается? А вот эти ребята по-настоящему именно это и есть дыхание. А теперь дыхание лучше запишите. Потому что оно несколько неожиданно для подготовленного человека. Дыхание тема процессов обеспечивающая организм энергией. Дыхание это система процессов обеспечивающая организм энергией. Да, именно так. а то что происходит у вас в люстях не является дыханием. Это другой процесс. Сейчас разберемся. Володя, дайте. Скажите, пожалуйста, что сейчас произошло? Обмен или грабеж? Грабеж. Я взял просто отнял ручку человека а теперь смотрим. Держите, давайте. А вот сейчас что произошло? Сейчас отмены. Так? Отлично. Так вот, давайте смотрим, в каких отношениях с внешней средой находится клетка. Клетка получает некоторые вещества с внешней средой. Согласны? И выбрасывает другие вещества. Как назвать такие отношения клетки с внешней средой? Грабежон или обмен? Вот это и есть, ребята, обмен веществ. Слово сочетание обмен веществ вы часто слышали. Воклон обмен. Одно взяли, использовали, другое выбрасили. Так вот, что происходит в легких? В легких происходит не дыхание, а газообмен. Какой газ обменивается на какой? Кислород кислород обменивается на углекислый газ. Стоящее дыхание где происходить будет в каждой клетке вашего тела. Для этого кислород будет использован в качестве окислителя, который будет окислять органику и давать энергию для жизненных процессов. Хорошо и так. Разобрались с положением питания, положением и дыхания. Третья важнейшая группа процессов, которых страшно не везет. О том, что питание и дыхание важные процессы, знают все. Но есть третья группа настолько жизненно важна. К сожалению, в рамках нашей российской культуры обычный обыватель считает эти процессы неприличными и вообще предпочитает об этом ничего не знать. Но на основании этого делает своим организмом величайшие глупости и в конечном итоге оказывается в далеко не самом лучшем состоянии. Третья абсолютно необходимая группа процессов. Вот она. Как назвать вот эти процессы удаления из организма продуктов собственных не внешних ягод, не то, что случайно попало с улицы, а то, что совершенно закономерно будет всегда производиться каждый клеток. Вот это и есть выделение. Я взял кусок пластилина, нажал пальцем как следует и продавил его на случай. Представляете это обувь? Да? То есть у меня есть кому-то пластилина, а внутри него вот такая дырка. Допустим, час назад или сколько там, сорок минут назад вы поедали. Ответьте мне на вопрос. Обед сейчас находится в вашем теле или в внешней среде? В вашем теле. А вот черт это два. Давайте разбираться. Ваше тело состоит из клеток? Да. Да, стоит из клеток. При этом все органы вашего тела снаружи слоем защитной ткани обязательно покрыты? Да. Обязательно, без включения. как будет называться такая покровная ткань животных? Эпители. Покровная ткань животных называется эпители. Можно ли пройти клеткам вашего тела, не пройдя сквозь слой эпители? Нельзя. Нельзя? Нельзя? Эпители перекрыл все поверхности вашего тела совершенно. Внутреннюю поверхность пищевода, внутреннюю поверхность плейки, внутреннюю поверхность кишечника, везде. Если есть поверхность, то она покрыта этапами. Теперь давайте смотрим. Вот этот кусочек мела сейчас внутри моего организма или во внешней среде? Во внешней. Во внешней среде. Вот сейчас он внутри моего организма или во внешней среде? Все равно во внешней среде. Вот сейчас все равно во внешней среде. А если частицы мела пройдут сквозь кожу, то окажется внутри организма. Вопрос. Вы съели свой завтрак, разжевали и проглотили. На самом деле он провалился вот так вот в эту дырку. И в расширении этой дырки, которая называется желудок, он задерживается. Скажите, пока пища внутри желудка, она внутри вашего тела или во внешней среде? Конечно, во внешней среде. Когда она попадет внутрь вашего тела? Когда пищеварительный процесс. Так, вот с какого момента, пищеварительный процесс длинный, с какого момента пищеварительного процесса вещества реально попадают в ваши тела? После? После сахарения. После? После сахарения. Отлично. Зачем здесь переваривание ведется? А затем, чтобы произошедшие молекулы прошли сквозь петели и попали в кровь. Этот процесс называется всасывание. Вот после всасывания эти вещества будут находиться во внешней среде или уже в вашем теле? В нашем теле. То есть, на самом деле, в наше тело, ну, попасть достаточно сложно, оно очень хорошо защищено. Вопрос. То, что вываливается организм из организма через анальное отверстие, является результатом процесса выделения, то есть через амус, идет ли выделение? Да. Или это не выделение? Уделение? Нет, конечно. Определение процесса выделения. Выделение – это удаление из организма веществ, произошедших в ходе собственного обмена. А может, сейчас это речь? Давайте запишем определение выделения. Выделение – это система процесса удаления из организма веществ, получена в ходе внутри клеточного обмена, то есть внутри самих клеток вашего тела. Вот это выделение. Хорошо. А те вещества, которые сбрасываются через анус, они когда-нибудь в клетках вашего организма были? Нет. Они просто никогда там не были. Это же вещества, которые не прошли сквозь беды или кишечника. Значит, как грамотно сказать, что удаляется через анус? Не переваренные остатки пищеварения. То есть это результат не выделения, а просто финал переваривания пищи. Финал пищеварения. Выделение с пищеварением ни в коем случае нельзя. Процессы абсолютно разные, имеют совершенно разную цель и регулируются абсолютно по-разному. А как выделение членов-членов-членов-членов-членов-членов-членов-членов? Аб, отлично. А какие у человека реально органы выделения? Почки. Почки. Почки – это фильтры, которые чистят кровь. А кровь – это внешняя по отношению к клеткам цвета или внутренняя? По отношению к клеткам внешняя по отношению… Она под эпителием или не эпителием? Она внутренняя, конечно. Конечно, внутренняя цвета. Не-не-не, вы совершенно не правы. Кровь – это ткань. Сама в себе кровь состоит из клеток и межклеточного вещества. Так что по отношению к клеткам грудь, конечно, внутренняя стыла. Она сама стоит. Так вот. Главный орган нашего выделения – это почки. Вот они. Здесь стоят. Сквозь них ведется фильтрация крови. Отфильтрованный мусорный расход. Как мы называем? Моча. Моча постоянно стекает из почек. Вот он, накопитель мочевой груды, из которого диетически удаляется с науку. Вот давайте смотреть. Дело в том, что большая часть производных вот этих ягод удаляться из организма, из вашего, будет как раз с мочой. Поэтому, если у человека какие-то проблемы с почками, какой риск, в первую очередь, возникает? Отравление. Самоотравление организма. Плюс, к этому, почки еще регулируют соотношение растворителя, то есть воды, и соли. Мы с вами такой пример разбирали. Если немножечко меняется концентрация солей в крови, что произойдет со всеми клетками на этом участке? Что будет? Вспоминайте, это имеет прямое отношение к космосу. Они зальются. Либо взорвутся, либо... Либо наоборот, потеряют воду и сожнутся. В обоих случаях погибнут. Так вот, почки – это самый главный орган, который контролирует строгое постоянство водно-сельевого баланса. Сегодня вы можете выпить много воды, а завтра поменьше. Сегодня вы можете так, как следует от души, рубануть солененькой рыбке. А это значит, что с количеством солей у вас? В пище. Намного больше с этим, да. А завтра вы вообще ничего соленого не ели. То есть поступление солей и воды у вас каждый день разное. А вот если взять и проанализировать кровь и жидкости тела, вот там меняется или не меняется концентрация строго-постоянно? Хорошо. Володенька, если она поменялась, вы умерли. Сразу. Причем даже пикнуть не успеете. Потому что процесс заотронет не какой-то один ваш орган, а просто все цветки вашего тела. Так, вогно-солевой баланс должен выдерживаться исключительно строго. Вопрос – а как же почкам это удается? Ведь вы действительно один день побольше воды, в другой день побольше солей. Как отрекулировать водно-солевой баланс на постоянном уровне? Если вы выпили слишком много воды, то почка начинает выбрасывать менее концентрированную мочу, сбрасывая излишек воды. Если вы, наоборот, выпили мало воды, но много солей, то почки выпили очень концентрированную мочу. Будет выделять очень концентрированную мочу, экономя воду и избавляясь от лишних солей. Так, в дубль к почкам. Какие еще у нас работают? Тоже процессы выделения ведутся. Потовые железы. Потовые железы, разумеется. У потовых желез, правда, главная задача немного другая. Терморегуляция, охлаждение тела. Но по ходу дела, раз уж все равно воду выносим на поверхность, ведь охладиться можно только испаряя его. Что к этой воде добавляется, по ходу дела? Миро лично. Отходы. Если у человека всерьез заболели почка, почка оказывается разрушена, допустим, инфекцией. Или воспалительным процессом, или еще чем-нибудь. То человек может не сразу и умереть, хотя ситуация опасна для жизни. В чем дело? Отчасти эту работу подхватят, возьмут на себя потовые железы. Для них это плохо. Они это не очень хорошо умеют делать. Сами потовые железы от этого страдают. Но все равно мне получается хуже, чем у почек. Но тем не менее, человек не умрет. Правда. С ним будут происходить странноватые вещи. Потому что обычно аммиак превращается в вещество, которое называется мочевина. И удаляться должен через почку. Если почка больна, то мочевина начинает накапливаться. Это смертельно опасно. Как она будет выводиться? Через потовые железы. У человека с больными почками достаточно часто пот припасивает мочу. Это очень тяжелый признак. Значит, немедленно к врачу. Немедленно к врачу, потому что, кроме всего, врачи в вашей жизни угрозны. Немножко разобрались с процессами выделения. Кстати, если просто так буду считать, по массе выделенного вещества, какие органы вашего тела в течение суток выделяют, именно ведут процесс выделения, самую большую массу вещества. Не почки. У вас теперь есть определение процесса выделения, да? Какие органы человеческого тела каждые сутки выделяют максимальную массу вещества? Нет, не гибудь. Какие органы? Училку. Не училку. Желудок. Моз? Не желудок. Тем более, не муж. Легкий ген. Легкий ген. Обратите внимание, вот он, по массе, на самом деле, самый типичный и самый тяжелый продукт обмена веществ. А как он будет удаляться из вашего тела? Через какие органы? Через легкие, в ходе газообменов. Так что легкие – это важнейшие участники процесса выделения. Через легкие выделяются все вещества, которые могут перейти в газообразное состояние. Через почки и фото выживание – все вещества, которые могут перейти в водный раствор. Но горе в том, что некоторые продукты обмена гидрофобные. Они вот нерастворимы. Легкие их могут выделить? Нет. Гидрофобные вещества в газ не перейти. Выделитесь. Почки или потовые железы могут выделить? Нет. Нет. Для таких веществ есть еще одна система – сальные железы кожи. Сальные железы играют несколько очень важных ролей в вашей жизни. Первый из которых – это просто смазка эпителия. Еще сальные железы волны, волны, склеивая волны. Смазка волоса, смазка внешнего слоя кожи. А плюс к этому – выделение из организма тех конечных продуктов, которые не могут удалить ни гречки, ни почки, ни охотовые железы. Что это за продукты такие? Ага, у нас с вами время есть. Сейчас мы споем песню про бич всех подростков, всех времен и всех народов. Подростковые прыщи. Что это такое? Как с ними бороться и как с ними крайне не рекомендуется бороться? Мы с вами говорили, что все инструкции касающиеся жизни любого организма записаны на таких носителях информация. Вот в компьютере какие носители информации используются? Жесткие диски. Жесткие диски, кардешник. Совершенно верно, прям монтированы. Кажется, паспорт. Да, так само. Согласен, еще. А съемные носители можно? А, жесткие съемки, жесткие диски. Да, младший брат съемного диска – плашка, оптические диски. Да, ради бога, у нас все эти старые варианты скета. У нас же какой-то древний стул. Какой дискет? Да, магнитная лента. Да, да, а еще речка фокарта. Это вообще плашка. Вот, ну ладно. Короче, в такой носителе информации более-менее понимаете. Что является носителем информации в живых клетках? ДНК? ДНК. Информация в живых клетках записана на гигантских молекулах ДНК. Каждый файл информационный, как называется? Байк. Нет. Байк – это единица информации. Кстати, можно и на байк считать. Только мы получим чудовищные величины. Так нет, нет, не в этом дело. Мы с вами записывали. Каждый файл в биологическом программе ген, конечно. А, ген. Ген. Участок записи, где записана программа построения одного белка. Отлично. А если мы взяли под контроль производство всех белков, мы таким образом взяли под контроль вообще все события в пленке. Контролируем абсолютно все процессы. Ничего другого в генах в принципе не записано. Там нет никакой информации про ваш рот, про цвет глаз, про отпечаток пальцев, ваш пол и так далее. Там только информация о белках. Хорошо. Привем такой пример. Наследуется или не наследуется, то есть передается ли детям от родителей, допустим, цвет глаз. Ну, вообще, да. Вообще, да. А как это сделать? Ведь на самом деле никакого гена цвета глаз на свете не существует. А где-то чище из-за этого производится? А смотрите, все очень просто. Есть гены, при чтении которых строятся ферменты, умеющие строить краску. На одном гене записано, как построить фермент, строящий коричневую краску. А в другом гене записано, как строить фермент, строящий голубую краску. Вопрос. Если человек получает ген номер один, какого цвета у него глаза? Коричневую краску. Крепкий его тело умеет строить коричневую краску. А если человек, другой человек, получает ген номер два, какого цвета? Голубого глаза. А если сразу голубого? Вот это мы с вами, когда будем генетикой заниматься, посмотрим, какие там комбинации возможности. Какие-то ген номер два, а ли там? О, какие слова страшные. Доминантные орели. Ладно, ладно, посмотрим. На самом деле, если у вас поганенько работает ген кориглазости, мало коричневой краски строят, будет такой бледно-коричневый. И хорошо работает в этой же клетке ген голубого глазусти. Этот ген строит краску, и этот ген строит краску. Какого цвета глаза у человека? Селезный цвет. Зеленоглазый. А зеленоглазый? Взяли желтый, смешали с голубыми. Какой цвет получили? Зеленый. Зеленый. Зеленый кучи. Потому что, на самом деле, видимые вами речники человеческого тела – это результат работы фермента. А фермента как раз запрограммированная, как устроит запрограммированная, но пускай в своем ядре несет совершенно безумную по сложности программу, где описаны все процессы, которые когда-либо могут происходить в вашем теле. А плюс к этому описаны еще, как ваше тело построится. При этом эта программа у каждого из нас имеет два варианта. Первый вариант – заготовка человека. Еще такой несерьезный человек. В настоящее время здесь у нескольких присутствующих работает именно этот вариант программы. Как называется заготовка человека. Еще не настоящий человек. Рециклета? Ребенок. 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 Да не почти, наверное, все на однозначно можно сказать, что половая система еще не работает. Точка. Заготовка ее есть, но она неактивна, она не достроена до конца. И в этом на самом деле, чуть позже поймете, гигантский смысл. Почему существует такой запас по времени? После рождения некоторое время природа выжидает. Дать возможность превратиться в настоящего или не дать? Вот если этот зачетный период пройден нормально, а такой зачетный период называется детство, тогда начинается вторая база. В зачет включаются железы внутренней секреции, которые начинают выделять половые гормоны. Гормоны полового созревания. Как они действуют? А они должны подействовать. Вот посмотрите, вот у вас клетка, да? Вот у вас клетки ядров, ядре ДНК. На ДНК убитых, то вы видите, я крайне упрощаю картинку. На самом деле, у вас сначала активирована программа построения работы детского тела. После рождения она активирована. Ваше тело превратилось в тело ребенка, живет, растет и так далее, оставаясь ребенком. Активировались половые железы, выделились половые гормоны. Половой гормон должен пройти вот так и подействовать прямо на ДНК. Так, он включит новые пайлы. А что записано в этих пайлы? Записано, как ребенка превратить в возрастного человека. Причем две разные группы этих пайлов. Один вариант, как из ребенка строить мужчину. Второй вариант, как из ребенка строить женщину. Ребят, лет до десяти мальчишка от девчонки не отличаются ничем. То, что болтается снизу между ног, на самом деле, такая маленькая, неработающая архитектурная деталька, которая вообще ничего не решает. Это понятно? Когда начинается половое созревание, ситуация меняется артикально. При половом созревании не просто достраиваются и начинают работать половые органы. Меняется строение работы всех системах. Скелет мужчины абсолютно не так строен, как скелет женщины. Система регуляции обмена веществ мужчины совершенно не так, как регуляция обмена веществ женщины. Основные закономерности работы головного мозга тоже различны. Основные закономерности регуляции степени выносливости организма абсолютно другие. Даже тип вентиляции легких разный. У мужчин в основном брюшное вдыхание за счет диапрагмы, у женщин в основном реберное вдыхание за счет сдвижения и раздвижения стенокрудной плетки. Так что после полового созревания это две разные конструкции. Перестройка должна пройти очень и очень подробно. Теперь вопрос. А как же это интересно? Дать возможность сигнальному вещку пройти прямо к ведру. Ну хорошо. Кровь притащила сигнальную молекулу, влагой гормон, в этот район. Но как перебросить такую молекулу ДНК? Обратите внимание. Для этого надо пройти сквозь мембраны стенки кровеносного сосуда. Надо пройти. Надо пройти сквозь мембрану этой плетки. Надо пройти. Надо пройти сквозь две мембраны гидра. Потому что гидро даже не одно, а двумя мембраны перекрыто. Надо пройти. Теперь вспоминайте. Какие вещества могут свободно проходить сквозь биомембраны? Мы записывали с вами. Какие вещества могут свободно проходить сквозь фосфолитидный бислоид? Гидрофобные. Гидрофобные. Гидрофобные вещества. Именно так. А гидрофобные жироподобные. Поэтому половые гормоны, это, конечно, жироподобные вещества. Правда, они совсем не похожи на классические жиры. Относятся к другой группе эпидов, которая, эта группа называется стероидами. Стероидами. Стероидные гормоны имеют возможность проходить прямо в ядро и работать уже прямо внутри ядра. Все остальные гормоны могут как максимум действовать вот так, на мембрану. На мембранные рецепты. А вы говорите, кто-то такой гормон мужчины или женщины. Вы родите человек мальчиком, а потом гормон приедет женский. Все современные фокусы со сменой пола и так далее, на самом деле, сводятся как раз к небольшой реставрации и разукрашиванию той маленькой детальки, которая болтается между ног. Как мы уже сказали, имеет она 25-е отношение к настоящему. Попробуйте дать определение. Какое существо вы бы назвали самцом? Мужчины. Глупости полные. Одна единственная вещь. Кто такая санка и кто такой санец? Санец, который рожает новое, 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 все подобное. Санец, кто-то сражает. Санец, кто-то санец участвует в производстве потомок? Участвует. А, самец производит сперматозоиды. О, наконец, приехали. Самец. Это организм, который производит активные жизнеспособные сперматозоиды. Половой крепости сперматозоиды. Кто такая санка? А вот например, яйцеклетки. Происходит активное, способное к дальнейшему развитию яйцеклетки. Люди со сменой пола. А никто. Был-был мужик, решил стать баром. И была-была баром, и никто. Ребята, они никто, и звать их никак. Они не сменили пол. Они просто разрушили его. Они его потеряли. Причем, эта потеря необратима. Вернуть обратно пол не важно. Сломать всегда проще, чем сделать. Дело в том, что эти существа абсолютно без повод. Они не способны произвести половые клетки никаких типов. Понятно? Потому что игрушка сегодня о мальчике, а завтра девочка, да? Значит, на самом деле, эта игрушка другая. Сегодня о полноценный человек, а завтра о человек, полностью разрушивший нормальную регуляцию своего тела. А еще вот опять же, вот самок самцовый, это опять же у тех видов, у которых они есть. Да, ребята, регуляция полна, а тут сложная тема. Значит, я обещал вам вопросу подростковых прыщей, пожалуйста, скажи. Как положено, а в какой период жизни концентрация половых гормонов в крови для человека самая высокая? Малого ребенка, у подростка, у взрослого человека. Конечно, у подростка, ему же перестраивать тело надо. Поэтому концентрация половых гормонов просто такая, боевая. А отработавшие половые гормоны надо куда-нибудь выбрасывать надо? Да. А это петрофобные вещества. Через сальное железо. Только через сальное железо. Иначе организм от них отступается с него. И закупоривает. В результате, да не закупоривается, растягивается проток. Вот у вас есть маленькая сальная железа, она вообще не такая большая, да? Вот через этот проток выводится ее продукт и волосы на канал. Все слабо. А если у вас поступает в 20 раз больше по массе заказ, у бедной железе приходится вот так растягивать. А в результате, пока канал такой узенький, иммунная система может контролировать его, следить, чтобы здесь никакие бактерии не возникли. А если канал вот так растянулся, иммунная система, значит, бактерии контролируют. А вот здесь нет. Привет. Заселение бактериями, воспаление от протоков и основного тела. Привет, пуглистый жидко. О чем хочу предоставить? Масса препаратов и косметических средств, которые гарантируют избавление от прыщей, гладкую, плотную кожу, идеальную веску и так далее. Ребята, так проще всего избавиться от подростковых прыщей. Вы же говорите. Причина какая? Избыток половых гормонов. Есть лакомон. Выдерите к нам. Возрослеть. Разможение. Разрушить систему производства половых гормонов. К сожалению, треть препаратов, которые гарантируют вам хорошую кожу, делают это какой ценой? Нарушая регуляцию производства вот этой линии. В результате у вас вот такая кожа. Отлично. Никаких прыщей, никаких пол. Промплавая система не включится. Не включится вовремя, а когда пройдет контрольный период, она вообще не сможет включаться. Так? Знаете, либо включится как-нибудь наискосок, по диагонали. Так что, прежде чем использовать какое-либо средство, а тем более гормональное средство, никогда не ориентируйтесь на какие-то там интернетные объявления, а тем более на советы друзей. Вот я попробовал, получилось классно, ничего страшного не было и так далее. Ребята, мы все рады, абсолютно рады. Если вы нарушите ось гормональной регуляции, на место вы тебе не поставите. Нарушить ее хоть трудно, но можно. А вот опять сбалансировать нету метода. Это уже на все же не будет. Так что с гормональными препаратами только по назначению врача и крайне аккуратно. Никакой самотики.